всем доброго воскресенья у нас уже обед мы приехали с рынка вчера ярослава вернулись турбазы ярослава отвезли в лагерь вчера сил снимать вообще не было пока вы разобрали все вещи сегодня съездили на рынок купили персиков у меня анютка очень любит персики 40 гривен килограмм это домашняя женщина продавала и те эти одинаково стоят эти вот такие беленькие видите такие домашних да вот сегодня завтра съесть чтобы они не испортились и эти такие мягенькие но мы сейчас все вместе я рек на 10 дней в лагерь уехал поэтому это нам на троих анютки мне и мужу также анютка попросила виноград я вот такой и беру и купили розовые помидоры муж почему-то захотел именно розовые как бы больше и арбуз на рынке так больше ничего не брали заехала в т.б. а там акция на икру трески я так люблю ее и так она 25 гривен а по акции 1860 18 копейками взяли 10 баночек и в еве купила гель ариэль мне нравится как стираете более стирки сейчас будет много много вещей привезли плюс ярик с лагеря приедет купила сразу бутылочку 143 или 140 что-то 5 гривен бутылка как бы купили сушилку для белья на сушилку обычную которая в комнате ставится я думаю что смысла показывать ее нет и купила в эпицентре очень красивая постельная сейчас покажу и сама его как бы так хорошо посмотрю потому что скажу честно вообще понравилось просто безумно у меня есть любовь к фиолетовому постели мы брали в эпицентре цена его две тысячи триста чем-то гривен не помню точно сколько в общем она вот такое фиолетовый же мой любимый цвет очень мне уже нравится уже все нравится сейчас мы его разу раскроем потому что он видите упакованы и посмотрим вместе с вами так девочки вот рисунок в живую наволочка получается с одной стороны вот такая с цветочками кстати не перед сейчас попробую выключить вспышку чтобы передавал как-то вот на камере более серая а в реале более фиолетовая и вот здесь вот такой тоже фиолетовый цвет вот заправляется сюда наволочка это стопроцентный сатин вспышечку включу чем 2 наволочки 50 на 70 ну красивая анечка да так простынь однотонная сейчас я это стану простынь вот такая однотонная блин камера делает серым в реале она фиолетовая не знаю сейчас я смогу передать свет я потом как-то возле окна попробую в общем реале она вот и тут все но в общем реале она фиолетовая вот такая простынка ну и под одеяльник естественно тоже этот же сатин вот такой же расцветки как и наволочки мне нравится скажу честно я никогда не покупала такое дорогое постельное я как-то всегда более ну бюджетные варианты но надеюсь что у меня бюджетные очень долго служат верой и правдой я надеюсь что такое постельное тоже будет меня радовать и еще дольше будет сохранять вот такую красоту как она есть в общем она вот видите вот две наволочки простым под одеяльник вот честно картинки более или менее фиолетовая она фиолетовая чем не нравится застелила поверх кровати но все равно цвет вот не передает на камере более серый здесь кстати вот я вам не показала здесь обратная сторона под одеяльник это мою восточная сказка обратная сторона под одеяльника такая же как простынь а с этой стороны вот такие цветочки все равно камера как-то вот идеально не передает но все равно красивая вчера приехали уже не стала снимать распаковала думаю посмотрю как переночую то чем заказала я себе лаванду вот лаванда это уже не семена то что семян что-то у меня не пошло дело а заказала вот прям такие кустики надеюсь что приживутся потому что мне очень хочется чтобы у меня была лаванда 1 вот даже чуть-чуть светит чем у меня пять кустиков сейчас порастут они в эти горшочков и он подстерила на балконе потом я их пересажу и до следующего года они у меня будут расти на подоконнике следующий год я хочу их высадить во дворе у себя под балкона мне кажется будет красиво доброе утро девчонки у нас уже понедельник я в обед вышла в аптеку вместе с утра безумно болит голова солнце так светит и хочу купить пластиночку себе еще супрастина потому что день ничего день чихаю я наконец-то девочки на кухне навела порядок все разложила по местам у меня теперь есть желание что-то готовить так что готовьтесь будут новые рецепты выбегу сейчас обед собой взяла как обычно правильное питание никто не отменял эту дуна стройка вокруг дыка по заброшки по какой-то иду в общем сейчас забегу куплю может быть какую-то фруктинку себе возьму на обед солнышко так светит всем девчонки ждите новых рецептов я думаю что вам понравится будем с вами опять кулинарить делать что-то вкусное полезное чтобы вся семья ваша осталась довольна я поняла почему болит голова сидишь первый день после отпуска очень тяжело выходить из отпуска несмотря на то что этот отпуск был не совсем так как я люблю я люблю море а в этот раз были сосны речка но все равно отдыхать хорошо в питании грешили жареным мясом жирным но на то на отпуск чтобы побаловать себя муж сегодняшнего дня сказал что он на диете должен сбросить как минимум 5 или 6 килограмм я кстати за время отпуска несмотря на вредную пищу постройнела килограмма на полтора поэтому буду с ним тогда придерживаться правильного питания муж вообще отказался от выпечки сказал не будет ничего кушать я нашла рецепт нового печенье я должна его теперь попробовать приготовить но у меня есть дочка которая сейчас дома сын же в лагере мы его сразу как только и возвращались из нашей турбазы завезли его в лагерь поэтому выход из отпуска он всегда тяжелый если на работе вообще пришла не могу себя знаете как собрать в кучу я уже ножку выпил но сейчас куплю папазол и куплю таблетку супрастина от аллергии потому что мы с анюткой страдаем страдаем этим и будем вечером с вами вкусняшки готовить так что готовьтесь девочки я уже пришла с работы скажи всем привет хотела показать свои небольшие покупки которые сегодня в обед заходила в еву купила себе пергамент для выпечки всегда такой беру он широкий видите такое классно использовать зубную пасту я купила парадон так сможем не нравится ряд купи мою любимую общем купила ему 2 вот сплат актив нам с анюткой полюбился вот такое средство для снятия лака она чем удобно что ты просто вот нажимаешь сюда и жидкость не нужно там переворачивать наливать анютки с этим есть проблемы поэтому перешли на так она чуть дороже стоит но зато я точно знаю что анютка ничего не обольет и купила девочки попробовать какой-то кондиционер для волос в общем одна минута наносите на волос и ждете одну минуту смываете такой с дозатором приятно пахнет произведен не в нашей стране только наклеечка на русском ну попробуем течение одной минуты не пробовала никогда такое средство мне было интересно также купила новое тоже доместос свежесть океана вот такие две висюльки на унитаз люблю когда в туалете пахучка какая-то ну и просто купила девчонки пакетики пищевые фасовочные что-то положить что-то запаковать у меня сегодня вообще целый день на это надо потому что первый день из отпуска безумно раскалывается голова я уже в аптеку сбегала купила таблеточку вроде немножко меня сейчас так уже к вечеру я выпила нож по еще как бы отпускает скажем так я думаю эта смена погоды у нас похолодало сегодня опять разжарилась все днем не знаю за чего мой котенок а мы с котенком сейчас будем что делать массаж правильно мы с анюткой до карантина постоянно делали массаж не не до карантина до ремонта правильно мы каждый день делали друг другу массажи у нас есть специальная рукавичка для массажа и электрический массажер но как-то во время ремонта как-то скажу честно было не до массажа тут массаж был в плане уборки каждый день мытья чего-то но мы решили вот сегодняшнего дня возобновить нашу традицию и будем мы делать друг другу массаж хотела просто показать вам покупочки сейчас покажу какой у нас есть массажер так массажеры значит у нас рукавичка вот такая то есть на руку одеваешь и вот так вот водишь по спине и вот такой у меня электрический массажер кстати классная вещь особенно если кто-то вам делает самому себе тоже можно но не так как стать удобно она аню . помоги мне пожалуйста достать насадки у нас вот эта штука делает значит он вот такой вот это если вы там болеете или что-то нужно прогреть он еще светит светом сейчас я вам покажу как это работает на край сюда одеваются насадки моя самая любимая это вот такой ролик но есть вот простые в общем разные вообще супер 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 штука рекомендую не обязательно прям эту же фирму но я покажу какая у меня у меня хилтон модель аж есть три семерки но написано made in made for germany сделано для германии но не суть не суть я думаю что все массажеры приблизительно подобные но реально этот очень круто делает правда доти мы с анютка стелем на пол плед я ложу себе подушечку и мы делаем себе массаж вы знаете удобнее всего кстати вот лежать именно на полу ну мне так кажется потому что нужно на ровной знаете такой поверхности чем она сейчас будет сеанс массажа купила вчера сушилку не показала сейчас быстренько покажу ее у нас вчера была погода не очень и вешать белье за балкон было вообще не вариант я вам в квартире поставила ее высушила у меня всегда есть сушилка дома ее можно поставить на балконе видите самое обычное я купила вчера из нержавейки чтобы точно нигде ничего не прожавела то есть вчера как бы на дождь было плюс такая погода была холодная ветер жуткий белье заворачивал просто и я на ночь развесила в квартире потом я ее собираю убираю в шкаф ну как бы все сушилочка так ну и массаж сейчас будем с анюткой массажироваться а потом с вами будем готовить какие-нибудь вкусняшки я вот прям не знаю или печеньки сделать они уйти или блинчики дадутся сейчас решим что будем готовить так забылась показать как работает то здесь вот рычажок включили видите крутится вот это просто прогревает а вот это будет прикладываете прямо дрожит и прогревает с этой стороны как бы не забысловатая система она нет придержи вот внизу ручка ручка 9 же крепко ну крепко держи до ручка крутится вот да то есть можно делать как вам удобно да а мы приступаем к массажу анютка мне уже постелила лежбище сейчас мать приляжет и будет у меня релакс терапия все увидимся уже после массажа мы с анюткой уже отмассажировались анютка собирает все наши коврики массажера нами профессиональный профессиональная массажистка моя личная а мы сидим гадаем что приготовить я купила куриное филе хотела сделать пастрому потом вспомнила что тут муж кричит что он не хочет есть мясо и думаю сколько мне нужно ее сделать чтобы все были счастливы да нет анютка анютка просит приготовить куриную грудку и как бы в яйце курином мариную чем не знаю что буду сейчас готовить главное что я грудку купила да дотя но и мне хочется все таки сделать эту пастрому и наверно сделаю сейчас из двух ну из одной целой из двух половинок думаю что нам с анюткой этого будет ну более чем достаточно но уже по мужу определимся у меня рыба есть на на счет достану разморожу рыбку буду готовить ее мужу но не факт чем будем готовить куриную пастрому это типа как куриная ветчина буженина рулет не знаю как угодно можно назвать на первом этапе нам понадобится сама куриная грудка у меня три вот таких кусочка морская соль молоко любое которое вы любите и емкость которой мы эту грудку будем мариновать для начала нам нужно две чайные ложки соли такие вот полные растворить в небольшом количестве молока соль растворили молочко можно немножко подогреть буквально капелюшку чтобы она не была горячим потом берем наши куриные грудки и и вот так вот нужно плотненько друг к дружке их уложить вот так вот грудки уложили и теперь заливаем грудки молоком до той поры чтобы молоко покрыла нашу грудку если чуть торчит ничего вот так вот вот и нужно оставить нашу грудку мариноваться минимум на 22 часа полтора-два часа через полтора-два часа приступим уже к приготовлению самой пастромы прошло два часа открываем нашу куриную грудку я ее в холодильник не убирала она вот просто стояла в молоке и нам сейчас нужно ее разложить на бумажные полотенца и обсушить курочку мы обсушили бумажным полотенцем и теперь нужно каждую филе шку плотно перемотать но я буду использовать обычные нитки для шитья возможно у вас есть специальные нитки для кулинарии у меня таких нет каждую филе шку прям вот так вот плотно наматываем и формируем колбаски в это время пока мы обматываем ниточкой нашу филе шку включаем духовку на 220 градусов чтобы духовочка разогревалась пока мы подготовим филе чтобы возможно было сразу выпекать рулетики все перемотала видеть туго просто желательно ниточка которую вы потом увидите естественно желательно чтобы она была светлая дабы не окрасить нашу куриную грудку в какой-нибудь синий зеленый или фиолетовый цвет значит грудки мы подготовили духовка разогревается сейчас мы сделаем как бы намазку сверху на нашу грудку мы добавляем столовую ложку оливкового масла любого вообще растительного масла столовую ложку меда у меня я не ем мед у меня на него аллергия вместо меда я буду использовать гранатовый соус сюда добавляем чеснок можно сушеный можно свежий я добавлю сушеный добавляем любую вашу любимую приправу для курицы у меня вот такая но можете использовать ту которая вам нравится добавляем приблизительно чайную ложку но вообще по вкусу хотите более пряные хотите менее и для цвета можно добавить паприку а я сегодня хочу добавить куркуму чтобы наши рулетики были такие ярко желтенькие так ингредиенты все добавлены теперь наша задача все хорошо перемешать в однородную массу чтобы мы этой массой могли хорошо промазать нашу промаринованную в молоке куриную грудку ну и теперь нашей массой нам нужно промазать наши рулетики я сейчас выложу на пергамент обмазываем и отправляем в духовочку я промазывала наши рулетики сверху еще посыпала смесью молотого перца отправляем духовку на 20 минут двести двадцать градусов через двадцать минут ровно мы должны духовку выключить и еще подержать наши рулетики в духовке 20 минут после этого мы их вынимаем полностью остужаем и только после этого мы будем нашу пастрому кушать 20 минут 20 выключенной но не открытой духовке и достаем наши рулетики абсолютно готовы я достала их из духовки 20 минут запекала 20 минут держала выключенной духовке но не открывая дверцу достала не очень горячие ждем полного остывания после снимаем ниточки наши и нарезаем как вот колбаску вот такими кус ну как вам нравится ждем полного остывания но они красивые пастрома остыла я ее нарезала кусочками посмотрите просто ветчина готовом виде очень сочная очень мягкая принципе можно вместо ветчины обычной колбасы на бутерброды да и просто салат будет очень-очень вкусно поэтому если вы такой рецепт не пробовали обязательно попробуйте готовлю уже лет восемь ну не регулярно но частенько все всем приятного аппетита он пастрома